Как вы знаете, я хотел бы говорить о некоторых из самых основных принципов педагогической деятельности. В чём они заключаются? Сейчас, я бы сказал, этот вопрос является чрезвычайно важным. Дело в том, что если мы обратимся к образованию в Древней Руси, то все те, кто знакомились с этим, прекрасно знают, на что было направлено образование в то время. Я говорю – Древней Руси. Ну, как вам сказать, это, по крайней мере, время, ну, не только до Петровска, даже ещё раньше, до, может быть, 16-го, ну, может быть, 17-го с натяжкой века. Какова суть была образования? Чрезвычайно серьёзный вопрос. Суть заключалась в том, чтобы человека сделать, если хотите, скажу громко, но эта идея и такова, человека сделать святым. Мне очень понравилась идея пифагорейцев. Пифагора мы все, конечно, знаем, слышали и гоняли с ним чаи. Да, но какова там идея? Педагог должен что сделать? Не наполнить ученика какими-то знаниями, а зажечь огонь в его душе. Пифагор, конечно, ещё был язычником, он не знал никакого, естественно, христианства, да и даже вообще не слышал об этих, может быть, вещах. Да, но великолепная какая мысль! Задача не в том, чтобы наполнить знаниями, а зажечь огонёк в душе. Вы знаете, в Древней Руси вся цель образования заключалась в том, чтобы воспитать человека. Знания являлись только средствами к воспитанию. Я почему так подчёркиваю? Потому что, как нам всем хорошо известно, основное внимание уже давным-давно началось это на Западе, потом перешло и к нам. Мы довольно много заимствуем оттуда, когда основное внимание обращается на то, чтобы напичкать человека какой-то суммой знаний. Причём некоторые знания действительно имеют значение для его воспитания. Другие – никакого, ровным счётом. Они приобретают просто чисто характер внешний, материальный. То есть целью уже, к великому сожалению, в настоящее время становится целью образования не человека сделать лучше, а человека сделать наиболее хорошим винтиком в бездушной машине. Наверное, разница понятна, что такое винтик в машине и, напротив, член в организме. Так вот, клеточка в организме – это живая клеточка, и она ощущает жизнь всего организма и сама ощущает его действие на себя. Винтик в машине ничего не ощущает, и его можно менять как угодно. В общем, идёт машинизирование человеческой личности, и это, конечно, колоссальная беда. Первый принцип, мне кажется, педагогической деятельности, насколько он возможен к осуществлению, этот принцип заключается в том, чтобы человека сделать хорошим. Хорошим. Понятие хорошести, сами понимаете, может быть различным, но если мы, например, говорим о христианской, о христианах, то совершенно ясно, о чём идёт речь, что такое хорошо и что такое плохо. Христианство тем и отличается от светского понимания человека, что там эта хорошесть формулируется интуитивно, я бы сказал, в лучшем случае. В христианстве есть норма хорошести. Эти нормы есть. Есть, которые даны в заповедях Евангелия. Самое общее положение в них зафиксировано в замечательных его словах, Христа его, я говорю. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Поступай с каждым человеком так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот это начало воспитания человека является главнейшей задачей педагогики. Мы же прекрасно понимаем, что значит человек, который подчас очень хорошо образован, но если у него нет твёрдого нравственного начала, то да избавит Бог от этого многознайки. Здесь не только гордыня, не только тщеславие. Так? Здесь другое может быть и бывает, к сожалению, эгоизм. Вы посмотрите, что сейчас делают многие, а может некоторые, боюсь сказать, психологи, что проповедуют. Люби себя! О, как! О, как! Мой друг в беде! Я мог бы ему помочь, но это же для меня рискованно! Нет! Я люблю себя! Представьте себе! Это что за принцип жизни? Педагог, как вы знаете по самому слову, да, это греческое слово, тот, кто ведёт этого ещё ребёнка, ведёт куда? Первая и главная цель сделать хорошего человека, а не напичкать его просто суммой знаний. Знаете, вот у нас в Сергиевом Посаде, откуда я сейчас говорю, есть фабрика, выпускающая матрёшки, русские матрёшки. Ну, все их прекрасно знают, эти симпатичные фигурки. Но эти, знаете, прежде чем сделать матрёшку, делают болванку. А из этой болванки можно сделать какого угодно матрёшку. Можно ангела, можно дьявола. Вот задача педагога в том и состоит. А первыми педагогами являются родители. Я это хочу подчеркнуть. Первыми педагогами родители являются. От педагога зависит, каково направление воспитания, роста так будет у этого маленького человека. Итак, это первый и важнейший принцип. Точнее, это даже, можно сказать, не только принцип. Это просто главнейшая цель. Главнейшая цель образования, образование человека. Конечно, могут сказать, мы говорим об образовании, а не о воспитании. Ой, да избавит Бог противопоставлять эти вещи. Нет! Всё образование должно заключаться, все знания должны в конечном счёте вести к тому, чтобы человек сам становился лучше, и чтобы те знания, которые он получит, они были использованы. Эти знания во благо всем они просто были суммы знаний, которые лежат где-то в запасе, и которые можно использовать в каких угодно целях. Вот в связи с этим мне бы хотелось обратить внимание на следующее. Является, мне кажется, совершенно необходимым в наших школах вести предмет, который можно было бы назвать по-разному, «но идея его какова?» Мировоззрение! Человек без мировоззрения – это, я не знаю кто, это необразованнейший человек! А вы знаете, какая беда? Вот сейчас подойдите и спрашивайте с магнитофончиком, какое ваше мировоззрение? Проводили же такие эксперименты! И какие ответы? Ой, а я не знаю! Ну, а что это так? А как это такое? А с чем его едят, в общем? Подумайте только! Человек без мировоззрения! Вы знаете, кто такой человек без мировоззрения? Тряпка! Болванка! Которая болтается как угодно, которую можно, я не знаю, куда угодно завести в какие угодно дебри. Мировоззрение! О, как это важно! А в общем, если говорить о мировоззрении, то принципиально их два, конечно! Одно – это религиозное, хотя здесь море очень тоже широкое. Второе – это, конечно, материалистическое, которое обязательно своей основой должно иметь атеизм. Материализм и религия! Я даже не говорю об атеизме как таковом, потому что это настолько уже неразумная вера, что приходится просто поражаться. Ведь вы знаете, что атеизм не имеет никаких оснований для отрицания бытия Бога, души? Никаких! Но это насаждалось нам в течение, ну, по крайней мере, 70 лет до перестройки. И очень многие воспитаны в этом. И это наследие, оно продолжает себя действовать. мировоззрение, как здесь важно посмотреть, какие же основания являются для этих двух, я бы сказал, принципиально различных направлений человеческой жизни. Поэтому в школах обязательно должны быть уроки, уроки, в которых разбираются разбираются объективно, объективно. И я бы очень бы хотел, даже меня поставьте, я бы хотел очень прям объективно сказать, вот основания материализма, вот основания атеизма, давайте их разберём, вот основания религиозного мировоззрения, основания веры, признания Бога и души, давайте их разберём. Как бы это было очень хорошо, когда педагог, так обращаясь к своим студентам, призывал бы их к чему? К мысли. Ой, как это важно, чтобы ученики начали рассуждать, думать, пожалуйста, спорить, приводить аргументы. Таким образом, происходило бы становление личности. Да, а это чрезвычайно важно. Он бы постепенно приобщался к самой идее и к пониманию того, что нужно твёрдое мировоззрение. А проще сказать, мы говорим мировоззрение, вера! В Бога вера? Вера! Что нет Бога вера? Это вообще, знаете, в Кубе, я не знаю, в какое число подставить, что нет Бога. Вообще просто пустая вера. Вот так. Так что одним из важнейших направлений педагогики и я бы сказал, что в этом отношении независимо от предмета, который читает преподаватель, было бы очень важно находить 3-5 минут, 2 минуты хотя бы и поговорить об этом. Именно о мировоззренческой стороне жизни, которую человек должен приобрести. Вы знаете, в наше время сейчас приобретает всё большую остроту нравственная сторона. Я слышал довольно много таких не очень-то красивых историй, которые происходят часто в школе между учениками и преподавателями. И мне кажется, что если действительно эти некрасивые истории являются не случайностью, а уже своего рода чуть ли не течением, так, то нужно было просто обращаться высшей инстанции с тем, чтобы было обращено самое серьёзное внимание на дисциплину поведения. Самое серьёзное. Без дисциплины невозможно вести никакие уроки. Как вы можете считать уроки? Ну, вы прекрасно знаете, мне не нужно об этом говорить. В связи с этим важнейший элемент педагогики – это воспитание в человеке совести. Совести! Потому что бессовестность, которая, если хотите, присутствует в западной культуре, она особенно широкой волной ринулась, буквально ринулась сюда, к нам, в Россию, с начала несчастной этой перестройки. Кажется, ура! Свобода религии! Церковь не имела свободы, теперь полная свобода. Религия? Какой? Только православие? Только мусульманство? Нет, нет, что вы! Чего угодно! Любой дьявольщины! Ну, вот в чём дело-то! И вот здесь действительно приобретает огромнейшее значение как серьёзное отношение к выработке мировоззрения, так и к тому, чтобы мы действительно относились к нравственным началам человеческой жизни самым серьёзным образом. Я вот всё время повторяю, вы знаете, и всюду об этом говорю, что прежде всего человек нам важен, а не робот, в котором содержится какая-то сумма знаний. Кто нам нужен? Человек или кто? Или машина? Да, говорят, машина! Это куда интереснее! Робот лучше делает, чем человек! Да, до чего можно дойти? Даже не понимают, что эта идея, это идея самоуничтожения как такового человека. Человек-машина! Уже такие, уже первые идеи уже давно встречались. В XVII веке, я помню, уже появилась одна книга во Франции «Человек-машина». А дальше это развивалось всё больше и больше. Так вот, именно борьба за совесть, воспитание совести как таковой. И, конечно, исходя из этого, конечно, воспитание, уважение, любви к человеку. Я не знаю, как проходят сейчас правила поведения в школах или нет. Вот это очень интересно. Правила, просто правила поведения. не поведения в школе, а правила поведения человека. Где? Всюду! И дома, в семье, и в школе, и на улице, да где угодно. Мне как-то в руки попалось правило поведения высших... в царской России, это правила поведения в высшем обществе. Я посмотрел, о, сколько там! Много интересного! Очень много интересного, такие маленькие, подчастные детали, как они организуют, дисциплинируют, если хотите, Он становится просто человеком. Вообще, я скажу, культура, культура поведения, это имеет огромнейшее значение. Ну, что вы! Это же красота, когда видишь, как себя ведёт человек по-настоящему. Это просто именно красота, а не что-нибудь. Или расхлябанность полная. Кстати, эта расхлябанность идёт с Запада. Я же это помню, очень хорошо. Приходилось много бывать там на Западе. Да. Никаких норм. Заходит человек в шубе, всё, и сразу к вам в гостиную заваливается и без всяких разговоров. Садится там, нога выше головы. Культура! Культура! Это что такое? Не хочу перечислять другие вещи. Так вот, воспитание вот этих нравственных начал и культуры именно поведения, которые имеют очень большое значение для нравственного воспитания человека, нужно бы как-то это... Не знаю, есть сейчас в школах или нет вообще такой урок, такой читается и спрашивают ли даже у учащихся, как себя нужно поступить, как нужно в данном случае сделать. Кто первый должен подать руку? Вы знаете, ко мне часто подходит, ой, можно с вами поздороваться и сует мне руку. Я говорю, что? Кто первый должен? Старший или младший? Ой, извините! Я говорю, тот же. И прячет руку за спину. Я говорю, ну, теперь здорово. Давай, поздороваемся. Это, конечно, и полушутка, полусерьез, а на самом деле это очень много значит. Итак, значит, задача образования идёт от какого слова? Образ. Образ? Мы должны дать образ. Чей? Я сказал, из матрёшки можно сделать и ангела, и дьявола. На какой же образ мы можем ориентироваться? В этом, по-видимому, самая суть, которая касается нашей жизни, нашего воспитания. Знаете, я вот был знаком с нашим писателем Михаилом Антоновым. Он однажды написал такие хорошие строки, замечательные, которые мне очень понравились. Человек, который в материальных благах уже не нуждается достиг чего? Цели жизни, да? Не знаю. Не нуждается. А потребности в духовном развитии не воспитал? Страшен. Я помню, меня поразили эти строки, как точно он отметил, действительно. Цель жизни какая? Создать материальное благополучие. А дальше мы об этом думаем или нет? А дальше он правильно заметил часто этот получивший материальное благополучие, и мы это наблюдаем. Особенно в тех случаях, когда вспоминаем грубую, конечно, но очень точную нашу пословицу из хама не сделаешь пана. Деньги есть, а остальное что? какое презрение подчас бывает к тем малообеспеченным людям, малообеспеченным ученикам со стороны других, подруг, подростков, не имеющих того, что имеет это? Вот где нужна, кажется, этика. и ещё какая? Строгая даже этика. Мне вот рассказали, как однажды был случай ещё до перестройки, но уже началось что-то такое, и вот в класс пришла одна девочка в старших классах разодетая. Уж не помню, что такое. Директор вёл урок, говорит, встань перед всеми и учти, что больше в школу не приходить, ходить так, как ходят все. Для этого существуют формы и не воображай из себя какую-то паву. А сейчас иди и переодевайся, беги домой. О! Вот это я понимаю. Это педагогика, это действительно. Я думаю, что это было научение и для неё, и для очень многих людей. Вообще, вы знаете, насчёт вот этого, я бы сказал, вот этой моральной обеспеченности, которая буквально сейчас становится чуть ли не идолом у очень многих. Это такой удар по нашей русской культуре, по нашему русскому образованию, по нашей жизни, что сильнее, я уже не знаю, что можно придумать. главное – материальное. Вот ещё раз хочу сказать, неужели мы не будем в школах в школах вести это, мировоззрение? Давайте посмотрим, открыто, явно, посмотрим, в конце концов, Бог или ничто, нравственность или полная так называемая свобода поведения. Кстати, один из очень известных крупных психологов, Юнг, он написал, мне очень понравились его слова, он написал следующее, «сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального и возникают самые тёмные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям». Вот это интересно! Не только просто уродует её, его поведенческую сторону, а, оказывается, затрагивает саму психику человека. И об этом, ой, как бы важно помнить было! Он-то психиатр известный, крупный, знает. Кстати, он говорил, что более всего ко мне приходят людей, которые потеряли смысл жизни. Он даже говорил, что более половины. Представьте, на обеспеченном, кажется, западе, к нему приходят к психиатру, которые потеряли смысл жизни. Это ещё одна важная сторона. Человек, у которого единственной целью является только материальное обеспечение, он очень скоро потеряет смысл жизни. и теряют. Поэтому в нашей, например, православной педагогике, если в той степени, в которой мы можем говорить о православии, как важно было бы ориентировать человека на то поведение, которое действительно дано в Евангелии, и в образе Христа, как живой пример нашей жизни, и его заповеди, в которых нет ничего, что мешало бы жить человеку прекрасно. Ничего нет! Помните, как он говорил? Пришёл Иоанн Креститель, и говорят, не ест, не ест, не пьёт, бес в нём. Пришёл Сын Человеческий Христос, и ест, и пьёт, вы слышите? И говорят, о, друг матарям и грешникам, вы слышите, Христос-то не отнимает ничего, ой, как важно это сказать детям, не отнимает, женись, но не распутничай, ешь и пей, но не напивайся ты, не превращайся в свинью. Вы слышите? Нормы-то какие прекрасные! Кстати, вся суть христианства, я вам скажу, если бы так уж попытаться кратко, в красоте! Бог есть первичная красота! И когда посмотришь на эти евангельские нормы жизни, то это скажешь, это действительно красота! Лучшего просто трудно даже и представить себе! Спасибо вам! Извините, что я, если я что-то сказал, не то! Вопрос из зала поступил. Как педагогу общаться с родителями, артелистами ребёнка? Ой, какой трудный вы вопрос задали! Это лучше бы и не задавали! Да, принцип-то один! Ненаученный не научит! Не имеющий, не умеющий играть на скрипке, никого не научит играть на ней! И когда родители предъявляют претензии к педагогу о том, что вы должны воспитывать, то тут надо же им сказать, первый этап ваш! Мы получили уже продукт, а вот теперь с этим продуктом давайте вместе работать! Вседозволенность – это не воспитание! К сожалению, сейчас многие родители пошли. Пошли по какому пути? Вот мне одна прямо сказала, «Мы хотя жили не очень, пусть мои девочки хотя бы живут как следует!» И началось! И началось! Отнимают счастье у своих детей те родители, которые не воспитывают детей, и всё педагоги должны это делать! Нет, педагог не может за 45 минут или 40 сделать, а вы всё время с ребёнком, пожалуйста, займитесь этим! Я бы вот так вот сказал! Алексей Ильич, благодаря вас, что присоединились к началу встречи, помогли задать профессиональный дом нашему общению, раскрыли суть православной веры, православной культуры, и вообще подготовили нас к решению важных задач в области обучения и, прежде всего, воспитания детей, школьников. Низкий вам покой! Спасибо! Всего доброго! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok